Не зря Брестский грибной канал снискал славу одного из лучших спортивных объектов в Европе. На водных дорожках города над Богом уже не раз устанавливались рекорды, а на пьедестал почета поднимались самые именитые белорусские грибцы, элиты европейской и мировой гребли. Чемпионат страны собрал более 220 сильнейших байдарочников и каноистов Беларуси. Буквально недавно закончился чемпионат Европы среди юниоров и молодежи, где достаточно успешно выступила наша команда юниорская молодежно, завоевав 8 золотых, а всего 15 медалей. И у них предстоит в ближайшее время еще чемпионат мира среди юниоров и молодежи. И здесь у них тоже какие-то моменты они оспаривают, еще дорабатывают, досматривают, чтобы определить уже окончательную команду, которая также примет участие в чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Болгарии, город Пловдив. На турнире в Бресте спортсмены соревновались на четырех разных дистанциях в шести классах лодок среди мужчин и женщин. Традиционно гребля на байдарках и каноэ – один из самых медальемких видов спорта для белорусов. Практически каждый мировой или континентальный форум, а также Олимпийские игры приносят нашей стране награды в этой дисциплине. Шел не только 200 метров спринт, но и 500 в средней дистанции. Как я специализируюсь на спринте, выполнил задачу на 500 и на 200 – основная работа. Задача максимум, как говорится. Наша команда, какой бы ни был спортсмен, когда приезжает на чемпионат мира, одевает форму Беларусь, и любой спортсмен, который там будет выступать из любой страны, будет понимать, что это чемпион Беларуси. Любого возраста спортсменов наших боятся. У нас заслуженная команда, и каждый, кто будет представлять страну, будет представлять серьезную угрозу. Насколько серьезную конкуренцию составят наши грибцы на чемпионате мира, который пройдет в конце августа в Португалии, покажет время параллельно с мировыми стартами. Уже сегодня тренерский штаб и спортсмены планируют подготовку к европейским играм 2019 года в Минске. Все готовятся очень и надеемся на удачное выступление на этих играх, особенно, так как, во-первых, это будет проходить на нашей территории, и мы просто не можем не выступить хорошо. Поэтому, я думаю, в каждом экипаже, скажем, будет борьба за медали на каждой дистанции, и в одиночках, и в двойках, и в четверках.